Добрый вечер. Телекомпания ТВ Плюс начинает большое волейбольное шоу под названием плей-офф Лиги Чемпионов. Стадия шести команд. Победители пар выходят непосредственно в финал четырех и два российских клуба. Сегодня проводят свои первые матчи на этой стадии. Поединок «Зенита» с польской «Скрой» для вас прокомментируют Алексей Мельников и Владимир Косторнов. Здравствуйте, телезрители. Ну и естественно, мы напоминаем о том, что вечерний наш репортаж с участием московского «Динамо» вы сможете также увидеть сегодня. Так вот удачно удалось развести по времени эти поединки, никаких пересечений. Итак, «Зенит» со «Скрой» играет прямо сейчас. Ну а «Динамовцы» с итальянским «Кунио» будут играть на спортивном канале в 22 часа 25 минут. Этот репортаж наш начнется. Ну а, собственно, сама стадия плей-офф стартовала накануне. Польская команда из Трижевски на тайбрейке обыграла бельгийский «Нолика» тайбрейк со счетом 15-17. Итак, два российских клуба. И давайте вот в этом предматчевом обсуждении немножко поговорим и о «Зените», и о московском «Динамо». Володь, на твой взгляд, у кого шансы выше? Ну, шансы, конечно, традиционно выше у казанского «Зенита», потому что считается, что польская «Скра» наверное более удобный соперник для «Казани», нежели «Кунио» для московского «Динамо». Но сейчас такая стадия плей-офф, что, в общем-то, любой соперник, который изначально уже добрался до этой стадии, представляет собой, в общем-то, серьезную опасность любой команды. Поэтому и Билл Хатов сегодня выйдет на матч против «Зенита» в боевом составе и с фантастическим настроем, что мы в дальнейшем еще увидим. Ну и, соответственно, «Кунио» на своей площадке против «Динамовцев» настроиться не хуже. Ну и эти клубы перенесли запланированную встречу в рамках чемпионата России, которая должна была состоять с 5 марта, то есть в эти выходные, перенесли на 23 февраля, чтобы не растерять тренировочную практику. И матч в «Казани» завершился победой «Динамовцев». Вот, на твой взгляд, «Зенит» в такие стыковые поединки, которые в этом сезоне ему выпадали, ну, фактически не выигрывал. Да, в полуфинал с Новосибирском в Кубке России и здесь вели 2-0, упустили. Ну, Алексей, я понимаю, к чему ты в данной ситуации как бы подводишь немного, к тому, что «Зенит» с сильными соперниками не очень хорошо играют с таковой матчей. Но я все-таки здесь поостерегся бы от того, чтобы делать такие преждевременные выводы. Все-таки в чемпионате России сейчас огромное количество сильных команд, и «Зенит» проводит матчи против серьезных соперников, не только против тех, кому они проигрывают. Поэтому, обыграв то же самое «Одинцовскую искру» или любую другую команду российской суперлигии, это очень серьезная и достойная победа для наших ребят. Поэтому говорить о том, что стыки – это какое-то слабое место у наших чемпионов, это все-таки немного неверно. То, что «Казань» проиграла матч, ведя со счетом 2-0 по ходу встречи, это скорее все-таки, с моей точки зрения, большой-большой плюс для московских «Динамовцев», которые в этой ситуации не сломились, не дрогнули, не бросили играть, а смогли довести этот матч до своей победы. Я говорил с ребятами, они высказывали свое мнение об этом поединке, поэтому там не было никаким образом недооценки соперников. Просто в какой-то момент «Динамовцы» не сломались и смогли переломить. Тут больше плюс «Динамы», нежели минус «Сказань», на мой взгляд. Но, с другой стороны, для «Зенита» это такой должен быть хороший урок, тем более как раз за неделю до поездки в Польшу. Это такой некий холодный душ, который в данной ситуации может сыграть очень позитивную роль для «Казанского Зенита». Они должны понимать, что на них всегда настраиваются пособия. Но это действующий чемпион России, это команда, укомплектованная громкими именами, против которых любая команда будет играть по максимуму. И для любой команды за счастье по-хорошему выиграть, буквально партию вырвать у «Зенита». Поэтому и сегодня Белхатов будет с таким же настроем выходить на поединок. Ну, давайте послушаем мнение участников того матча. Сергей Тетюхин от «Зенита» и Юрий Чередник, главный тренер «Московского Динамо». И как бы уже перейдем к предваряющим разговорам уже к сегодняшнему дню. У нас каждый матч, непроходящие игры. Каждый матч для нас сложный. Тем более против команды «Динамо». Это всегда особенный матч. И они получаются такие драматические всегда. Знали, что играть здесь, в Казани будет там очень тяжело. Настраивались, подготавливались. За этим стоит очень большой труд нашей команды всей общей. Ну и, наверное, что эти вещи поощряются. Эмоции, конечно, очень сильные. Не только у меня, а у всей команды. Сейчас какие-то выводы, где выиграли, где чего, как не сделали, очень сложно. Самое главное – это победа. Причем победа, проигрывая 0-2 в гостях, вырвать в Казани дома. Это достойная победа. И я считаю, что это будет для нас достаточно хорошим толчком для подготовки к выходу в финал Лиги Чемпионов. Если говорить о «Динамо», то вообще команда явно на подъеме. Можно вспомнить матч предыдущего раунда, плей-офф 12, когда москвичам не удалось выиграть во Франции против Тура. И пришлось уже дома на своей площадке играть так называемый «золотой сет». Кстати, напомним о правилах. В любой стадии Лиги Чемпионов нужно одержать две победы. Счет по сетам не важен. Если команды обменялись победами, то играется золотой сет до 15. Вот тот сверхэмоциональный, сверхяркий золотой сет, который москвичи все-таки выиграли, дожали. И, мне кажется, каких-то дал им психологических сил. И это отразилось и на матче в Казани. Я согласен. Касательно «Динамо» сейчас можно проследить тенденцию того, что команда, которую игру подряд показывает очень хорошую устойчивость, как психологическую, так и игровую, в матче с серьезными соперниками. В матчах, в которых и по ходу встречи, и по ходу поединка проигрывает. Вот это очень важно. Для «Динамовцев» было принципиально выиграть дома, и выиграть дома «золотой сет» при очень тяжелой игре с очень неудобным соперником. Может быть, потенциально более слабым, но очень неудобным. И то, что «Динамо» не дрогнуло, и столь блестяще и надежно себя проявило и в матче с «Туром», и в матче с «Зенитом», сейчас вселило в ребят очень серьезную внутреннюю уверенность в своих силах. То понятие психологии победителя, о которой все время говорят спортсмены, вот это очень важно. И сейчас у «Динамовцев» эта психология присутствует. Это очень здорово. Ну что ж, «Динамовцам» пожелаем удачи и напоминаем, что в 22.25 на спортивном канале смотрите их первую встречу с «Куньо». И теперь уже непосредственно к «Зениту», матч, который начнется через считанные минуты. В прошлом раунде казанцы достаточно легко прошлись по славянскому бледу. В общем, очевидно, что славянский клуб, хоть и играл в прошлом году в финале четырех лиги чемпионов, по классу значительно уступает чемпиону России. Это доказали оба матча, которые закончились с инаковым счетом 3-0, как в гостях, так и дома. По большому счету, мне кажется, не особенно напрягались казанцы. Если посмотреть на персональную статистику, отметим 22 очка Максима Михайлова за три партии, 14 обросимого, который в том числе тремя блоками отметился. Ну и, собственно, вот, наверное, и все. Ну, я бы отметил только то, что, опять-таки, победа 3-0, два раза по 3-0, говорит не о том, что соперник слаб, а о том, что наша команда, понимая свой потенциал и понимая, что они сильнее, не позволили себе ни на секунду расслабиться в встрече с этим поединком и не проиграли с этим соперником, не проиграли ни одного сета. Это очень важно, это, безусловно, достоинство, опять-таки, наших ребят. Если бы они прошли более серьезного соперника, может быть, в игровом плане для них это было бы, ну, может быть, и полезнее. Но у них достаточно серьезных противостаний в дури чемпионата России, поэтому один достаточно относительно проходной матч – это не проблема для нас. Ну, и вот победный розыгрыш, «Зенит» с легкостью прошел эту стадию. Что касается «Скрыт», то поляки играли с бельгийским «Кнаком», уступили в гостях, затем дома выиграли 3-0, и также ввели золотой сет, обыграли со счетом 15-12. Вообще, про поляков, наверное, разговор особый, это самый титулованный клуб. Вот в Польше, вот буквально в прошедшую субботу «Скра» установила, повторила, точнее, клубный рекорд. 21 победа подряд в чемпионате Польши, они уже обеспечили себе первое место по итогам регулярки, они выиграли кубок страны в пятый раз подряд, и, в общем, команда тоже на таком хорошем взлете. Да, ты же за «Скру» играл. Я играл и выиграл с ней чемпионат Польши и кубок Польши, поэтому статус этой команды – это примерно то же самое, что последние годы имеет команда «Зенит». Это статус, безусловно, лидера чемпионата. Да, на них кидаются соперники, да, против них настраиваются, но, безусловно, и по бюджету к клубному, и по именам, которые там заиграны, это лидер чемпионата и базовая, по сути, команда для сборной Польши. Поэтому у ребят присутствует вот тот как раз та психология победителя, о которой я говорил для «Динамо». Вот они привыкли побеждать во внутреннем чемпионате, они привыкли к тому, что в Лиге чемпионов они уже достаточно уверенно, легко проходят групповые раунды, и данная Лига чемпионов, в общем-то, показатель. Они с первого места вышли, и принципиальные матчи с Тарантин у них были и так далее. Поэтому команда сегодня выйдет по-настоящему настроенной и заряженной. Сегодня для них главные матчи. У нас небольшой плюс, что ответку мы будем играть дома, но, тем не менее, сегодня будет тяжело, особенно с учетом того зала, в котором будем играть. Ну, опять же, можно вспомнить, что «Скра» тоже участвовала в финале четырех прошедшего сезона, заняла третье место, уступив «Московскому «Динамо» в полуфинале. Но вот лично меня очень удивил тот факт, что «Скра» этот матч проводит не в той красивой «Атлас-арене», новой, где проходил как раз финал четырех, и финал чемпионата Европы женского. Ну, в общем, самый, в общем-то, квалифицированный, самый большой, комфортный, удобный зал, который сейчас участвует в Польше, это «Атлас-арена». А в зале, который старый, который 57-го года рождения, зал, правда, тоже достаточно большой, «Мосер-арена» на 7,5 тысяч мест или на 8, ну, в общем, сейчас мы увидим. И сделано это специально. Вот почему? Вот предвыщая вопрос, хочу сказать, что сделано это абсолютно специально. Во-первых, аншлаг стопроцентный. Если в «Большой Атлас-арене» зрители хоть как-то, но растекутся немного по трибунам, то там будет все-таки более камерная атмосфера. И вот воздействие, всегда мы говорим, что хорошие болельщики – это седьмой полевой игрок. Вот этот седьмой полевой игрок сегодня будет играть огромное значение. Особенно в Польше, особенно дома, особенно с тем запавом, какой мы знаем, присутствует у польских болельщиков. Поэтому матч перенесен в этот зал, и я уверен, что в этом единственные главные причины. Ну, как любопытный тоже факт, откопали журналисты, что на этой арене «Скра» проиграла один-единственный международный матч. Но случилось это три года назад в полуфинале Лиги Чемпионов, и проиграли тогда как раз «Динамо Татрансгаз». Так и назывался тогда «Казанский Зенит». Проиграли в пяти сетах, если посмотреть на составы команд. Пять волейболистов в составе «Зенита» осталось. Лой Болл, Сергей Титюхин, Николай Апаликов, Андрей Егорчев и Либера Владислав Бабичев. У «Скры» четыре человека. Мариуш Влажлый, Даниэль Плинский, Стефан Антига, Михаил Бакевич. Но как ты считаешь, вот эти три года прошли, это вообще что-то значит тот результат? Ну это значит только то, что поляки, люди несуеверные, не боятся в очередной раз играть в этом же зале. Конечно, с волейбольной точки зрения уже никакого смысла вспоминать эту игру нет. И несмотря на то, что по пять игроков осталось в одной или другой команде, это абсолютно все не важно. Уже новые команды, уже новые настроения, новые коллективы, новая атмосфера, все новое. Поэтому тот матч мы уже оставим для истории, для архива, а сегодня все начнется заново. Ну а что касается болельщиков, то я хотел бы продемонстрировать вам кадры вчерашнего поединка из Трижепски против Нолику. Как домашняя арена и домашняя публика может подхлестнуть польских игроков? Проигрывали поляки, проигрывали, причем в общем, ну так откровенно проигрывали, проиграли первый сет в 17-25. Во втором удачно в концовке вышел Митти Гаспарини, несколько эйсов вырвали победу, но в третьем уступили снова. Затем проигрывали, вот посмотрите, 6-10. И здесь снова Лоренцо Бернарди выпустил в диагональ Гаспарини. И дальше с поддержкой опять же местной публики, которая ни на секунду не прекращала болеть, переживать, началось в общем-то чудо. И Стрижепский, который по большому счету, наверное, по составу сейчас, по классу, по сыгранности уступает бельгийцам, где очень стабильный, такой полноценный, равноценный состав уже долгие годы, вдруг неожиданно воспрял духом. Они довольно много выигрывали, 22-16, концовку четвертого сета, но в итоге вот так, видите, с небольшим перевесом взяли. Затем тайбрейк, до счета 6-6 равенство, а дальше опять же царствовал Митти Гаспарини. Публика на трибунах не истовствовала, там, по-моему, никто уже не сидел. 8 очков, до 14 подряд выиграли волейболисты и Стрижепский, и в итоге этот сет завершился со счетом 15-7. Вот что значит поляки дома, на родной арене, при том, что там, по официальным данным, было полторы тысячи зрителей. Сейчас в дворце Мосер в Лодзе, ну, 8 тысяч, в общем-то, должно, наверное, помещаться. И, собственно, вот как нам уже польские коллеги показывают эту картинку, зал действительно забит битком. Вот мы смотрим, как истрижепский завершает. Алексей, ну, я играл в этом зале, это очень тяжелый зал, в нем очень тяжелое освещение. Здесь мы, конечно, по картинке этого не поймем, он очень маленький, действительно, с одной стороны трибуны, но вот те полторы тысячи, которые туда вмещаются, они создают такой эффект, как будто там 12 тысяч. Поэтому, конечно, это очередное подтверждение наших слов о том, что сегодня...